Умные рефери сразу приглашают того, кто может разъяснить, идет мужик насыпит коров, разорядит ружье и выставит историю конкретным объяснением, что же происходит здесь при раскидке какой-то патологии и рассудит, собственно, каким же образом более эффективно изнутри или снаружи можно решить ту или иную патологию. Ну, естественно, здесь сразу возникают вопросы так называемой анатомии, да, или вот, Египетович сказал, нормальной топографической анатомии. Ну, вот что я хочу сказать, так, одну секунду, здесь надо войти, мне будет помочь, а флешки возникает вопрос, тоже считать вот этой топографической анатомией. Сегодня исследованы, наверное, рассматривали зоны, зоны перехода пищевода и пищевода желудка. Значит, вот в этой зоне мы должны разбираться хорошо, что происходит снаружи и изнутри. Вот сейчас давайте посмотрим, что же мы наблюдаем. Значит, при рассмотрении топографической анатомии вот этой зоны мы имеем в нашем спектакле три основных действующих лица. Это диафрагма, а точнее пищеводные отверстия диафрагмы, собственно, сам пищевод и кардиальный отдел желудка. Вот этот анатомический подход и мешает нам порой разобраться в том, что же происходит действительно в этой зоне, какие процессы, почему возникает эта патология и, собственно, как с ней бороться, что более эффективно. И тогда, может быть, если бы мы отпросили вот этот вот чисто анатомический подход, рассматривая действующих лиц по отдельности, тогда многие вопросы, которые возникают у нас по отношению к положенному лагерю, они бы это сами с собой разрешились. Конечно, мы знаем, что диафрагма состоит как дырявое ведро из дружеского отверстий. Да, это и щей Ларрея, треугольники Маргани, щей Багдалика, здесь пищеводные отверстия, артальные, нижнеполые, в общем, вся изрешеченная. И вот конкретно мы сейчас беремся рассматривать именно отверстия пищеводные. Но вот это дырявое ведро нам ничего не расскажет о происходящих здесь событиях, если мы все действующие лица не объединим в одно целое. И вот тогда мы должны именно подходить с позиции анатомофизиологического подхода. Что это значит? Нельзя категорически рассматривать анатомию исключительно в области перехода пищевода в желудок и без теофрагмы, скажем, да, потому что все взаимоотношения этих структур находятся в очень жестком и серьезном функциональном взаимосвязи. Наличие, например, на желудке с соответствующим газовым пузырем создает конфигурацию и физиологическое взаимодействие в этой области диафрагмы, собственно, желудка и пищевода. Стоит убрать какой-либо компонент, тоже дно желудка, да, то совершенно изменится конфигурация, соответственно, все те структуры, которые мы наблюдаем у диафрагмы, например, ножки диафрагмы, они уже не будут выполнять той функциональной роли и не будут обеспечивать ту защиту, ту ограду, тот барьер, который мы наблюдаем, собственно, нормально действующем функционирующем организме или при развитии патологии, но при наличии всех действующих лиц этого нашего спектакля. Итак, вот еще Борис Васильевич Петровский, да, я ответил в своем, в своем награде, в своем труде, в свое время, о том, что только вот в рассмотрении этих органов вместе можно найти какое-то решение и ответить на многие вопросы. Ну, если конкретно разбирать сейчас каждое действующее лицо и непосредственно смотреть, как оно взаимодействует с другими лицами, мы, после всего, должны спорить о диафрагме. Мы все представляем себе строение диафрагмы, что центральная часть имеет определенную сухожильную зону центральную, имеет периферическая часть, представленная мышечной зоной, грудинный, ледовый, поясничный. И мы наблюдаем здесь, сейчас мышка, сейчас у нас, я могу показать вам, наблюдаем здесь хорошо известные нам ножки, которые, собственно, часть из них формируют знаменитое пищеводное отверстие диафрагмы. На каждой стороне одной ножки, внутренний медиальный, средний, предыдущий и наружный, латеральный. Чуть повнимательнее, если мы отнесемся к диафрагме, то, собственно, можем себе здесь представить, что разные ножки диафрагмы, формирующие здесь как раз эту область перехода пищевода, его части грудной в обдоминальную часть брюшную, фиксируются на разном уровне. Ну, мы видим, например, что правая ножка – это тело четвертого L4 поясничного позвонка. Другие ножки тоже известны нам в местах прикрепления. Здесь вот предыдущий докладчик, который предрекович указывал на то, что скользко коснулся при операции, при демонстрации, о том, что там пересекается, как бы разъединяется и определенная сухожильная структура. Ну, а что это такое, мы можем себе представить. Здесь в области изгиба формируется соединительная тканная связь, укрепляющая зону перехода одной ножки в другую, и она еле заметная, но в форме вместе с социальной структурой, которая окутывает пищевод. Мы знаем, что здесь адвентиция пищеводовая хорошо выражена, так называемая, да, мы будем придираться здесь именно к этой наружной оболочке, ее точному термологическому названию. Охватывает вот эту зону перехода таким образом, что мы должны четко себе представлять, что здесь это пищеводное отверстие диафрагмы не представляет собой совершенно самостоятельную структуру, только в взаимодействии с пищеводом. Почему? Вот смотрите, пищеводное отверстие диафрагмы ограничено мышечными пучками правой медиальной ножки диафрагмы. Ну, это в 90% случаев приблизительно, вот по некоторым данным, да, но не всем, как говорится, повезло таким образом. Существуют и различные редкие формы образования, например, знаменитые восьмерка, когда перекрещивается, здесь перекрест ножек происходит, и, как бы, охватывает сразу и отальные пищеводные отверстия. Ну, или формирование происходит за счет основной части левой внутренней ножки диафрагмы. Ну, или бывает даже, что существует одно общее отверстие для аорты и для пищевода. Не беря здесь, значит, подробно рассматривать вот эти, как мы всегда и выражаемся, крупные цифры, потому что они все, конечно, разные, а тем более, когда на сцену выходит патология, говорить о нормальных цифрах не стоит, мы должны понимать. А вот что же здесь, формирование этого отверстия, играет ключевую роль? Ну, вот существует такое понятие, как мышечная петля. Это часть запорного того устройства, которое, собственно, позволяя пищеводу перейти с трудного отдела в обдоминальный и при этом регулировать функции этого отдела. То есть являясь собой, как бы, забирающейся фильтрным аппаратом, мышечной частью этого аппарата. Ну, и вот мы видим, что правые идеальные ножки диафрагмы различают и ножка, латеральное косовое направление идет направо, в исходящие строго сагитальные направления, то есть сагитальные плоскости. И третий пучок переходит слева от пищевода на левую сторону диафрагмы. Около сухожильного центра медиальные волокна сагитального пучка и медиальные волокна пучка, переходящие на левую сторону, сливаются друг с другом. И здесь образуется в этой зоне хорошо выраженная мышечная петля, собственно, вокруг пищевода. Получается, как бы, своеобразный утушающий шарф, который наброшен на пищевод в этой зоне. И этот звукательный аппарат, собственно, является основной частью регулирующего здесь аппарата, которую используют в своей работе лабороскопические хирурги. Методики некоторые были здесь представлены. Это уже Дмитрий Игоревич хорошо и продемонстрировал в своих роликах. Итак, но, но, вот важно понимать, что в этой баталии сейчас здесь участника два уже, диафрагмы и пищевод. Но кроме этих взаимоотношений пищевода и диафрагмы, здесь важно понимать, что находятся очень важные структуры, к которым мы всегда задаемся вопросом. Насколько повреждение этих структур вызовет изменение нарушения функции органа? Насколько целесообразно пересекать, захватывать шов или не делать этого? Но я не буду сейчас подробно касаться синтопии, то есть отношения с тем же вагусом, со стволами и ветвями этого вагуса. Пентин, как говорится, напичканы все монографии, все амбасы анатомические. Ну и мы встречаем это непосредственно на столе операционном или эндоскопической децидурной. И мы должны всегда задаваться вопросом, насколько стоит нам при манипуляциях, тяжелопароскопических процедурах, скелетировать, обнажать тот же пищевод. Вот Евгений Викторович привел пример, как пациент прооперировался в Германии, и вот у него такие проблемы, что катастрофическая ситуация сложилась по поводу блуждающих нервов. Картина, как говорится, здесь маслом, и она, как правило, связана с тем, что многие хирурги любят буквально обнажать пищевод до самой высшей неополочной, то есть заниматься тончайшей препаравкой. Ну, конечно, вот Дмитрий Игоревич совершенно правильно указал, то есть действия совершенно верные, разные ситуации. Пересечь нерв не будет здесь столь грозного сложения, ну, произойдет элементарная бакатомия, да, и, естественно, функциональные последствия этой бакатомии будут менее утручающими, чем захватить тот же ствол или конкретную ветвь стволовую этого нерва в шов. Тогда уже пищевод, как рефлексогенная зона, вместе с диафрагмой, с ее характерной ножкой, будут реагировать совершенно иначе. То есть мы у этого пациента будем наблюдать более серьезные функциональные нарушения. Поэтому очень важно понимать, что если мы занимаемся здесь с глубокой припроводкой припроводкой, то проблемы у нас не используют в этой области. И вот когда задавал вопрос Дмитрия Игоревича о том, повреждали ли вы нерв, думаю, что ответ был обоснован тем, что повреждения действительно не случались в таком количестве, которое стоит упоминать. И причина в том, что, естественно, нервы здесь расположены в параневральной клетчатке, параневральной клетчатке. И я не думаю, что опытные хирурги будут до бесконечности обнажать в этой зоне пищевод, целясь на то, чтобы четко подергать его за все стороны, определить здесь характер его движения. Вот Дмитрий Игоревич как раз сказал о том, что в последнее время он даже не проводит анализ проходимости вновь сформированного отверстия, потому что это нецелесообразно, и опытный хирург уже на взгляд видит, что происходит в этой зоне. Здесь, конечно, заниматься этим скелетированием абсолютно не стоит, потому что здесь сложные взаимоотношения. Ну и понятно, что здесь формируются известные нам кровоток и кровоснабжение в этой области, но известные до той степени, насколько может себе позволить вариантная анатомия. Все мы разные. Естественно, мы сейчас обсуждать вопросы о том, что насколько здесь вариантная анатомия отхождения основных ветвей генозной системы и артериальной не стоит. Поэтому вопросы посвящены многие монографии. А конкретно на своем процедурном или операционном столе мы видим данную ситуацию, за которую нам, собственно, отвечают. Значит, то, что видит наш глаз, естественно, мы должны понимать, откуда взялся этот сосуд, и какова его судьба. Стоит нам касаться этой зоны, и это приведет к грозным осложнению, в том числе и к некрозу. Так, там уже. Значит, теперь непосредственно, приходя ближе к желудку, то есть приходя в зону пищеводов, желудочного перехода, мы также наблюдаем за украшением различных элементов, артериальных стволов здесь в этой области, нервных образований, того же багуса вот здесь представлено на первой картинке, и очень важных элементов, связанных здесь как раз с похождением тропической системы питающей желудки. Значит, подробно уже не буду останавливаться, наверное, смысл никакого не. Но вот посмотрите, что происходит при переходе пищевода и диафрагмы здесь формируется точная-врачная связь. Вот мы говорим, в любом случае не стоит вообще попытаться анализировать пищеводное отверстие диафрагмы без того же пищевода. То есть эту семью надо рассматривать в совокупности, вместе. И вот смотрите, здесь есть такое понятие, значит, как пищевода, диафрагмальная мембрана, да. Выставляются фасции, опутывающие пищевод, и представлено как рыбка с ниткамной пластинкой. Но вот если мы посмотрим как раз вот на первом рисунке четко показанных элитационных переходов, мы видим, что по сути, если мы сейчас проанализируем, насколько здесь расширяется таким образом, увеличивается площадь этого же отверстия перехода, диафрагмального отверстия пищеводного, то мы увидим, что, видите, высота вот этой рыбкой с нитками поднимается у нас достаточно прилично на, собственно, самой диафрагме. И этим самым мы должны понимать, что формируются как бы предпосылки вот такого вот анатомического расширения отверстия. Какое бы оно наносило на себя узким не было, да? Если мы эту зону укреплять не собираемся или не понимаем, насколько она здесь укреплена в ходе природных взаимоотношений, то есть, а это как раз можно проиллюстрировать с помощью каких-то дополнительных методов возможных исследований. Вот был задан вопрос нашими московскими коллегами о том, что, значит, насколько целесообразны те же ультразвуковые методы, те акустики, насколько они дополняют и позволяют хирургу разобраться в ситуации. Ну, если опытный хирург выпадает у себя определенную, как говорится, операцию, и она приносит свои плоды и лишает человека вот той патологии, которая приводит даже вот тот психиатрии, да, как вы сейчас услышали, то это замечательно. Но ведь для того, чтобы развивать какие-то методы, да, в дальнейшем, а может быть, придумать какой-то свой способ операции, фиксации или что-то, мы должны понимать в данном конкретном случае, у данного пациента, насколько здесь вот эти анатомно-физиологические взаимоотношения того же пищеводной диафрагмы выражены или не выражены, насколько у него вот эта пищеводная диафрагма, или мембрана даже, хорошо развита, насколько клетчатки здесь рыхлые. Возможно, я не беру сейчас анализировать, в какой степени специалисты там провели исследование по применению звуковой технологии здесь, но, возможно, и эти технологии позволят нам более детально, у конкретного пациента разобраться вот в степени выраженности этих взаимоотношений, этого перехода. А это приводит как раз к развитию патологии, или по ссылкам рецидива даже при применении каких-то лечебных манипуляций. Ну и душной отдел пищевода, да, первый замыкательный механизм кардии в этой области преджелудочный сфинктер, так называемый, всеми известный, и мы понимаем, что здесь можно выделить утолщение, как бы находящееся над диафрагмой, красным цветом, показано, внутри нижний пищеводный сфинктер, так называемый. Ну и утолщение мышечной оболочки уже в области самого перехода имеющие отношение к диафрагме, да, наружный, нижний пищеводный сфинктер. И вот этот замыкательный аппарат, сфинктерный аппарат, это, конечно, не единственное то, что обеспечивает здесь контроль зоны перехода и препятствует тому же рефлексу. Но это очень важные взаимоотношения этих сфинктеров. И сфинктерный механизм здесь в первую очередь всплывает. Ну и тонус, мы должны понимать, что тонус того же нижнего пищеводного сфинктера зависит не только от тонуса мускулатуры, иннервации, качества этой иннервации, но и всего от такого явления, как внутребрюшное давление. То есть внутребрюшное давление является тем фактором раздражающим, тем фактором рефлекторным, который заставляет, как бы, прижимает и заставляет действовать мускулатуру в этой области. И в этом случае поступает такая характеристика, в первую очередь здесь как длина вдоминального отдела вот этого пищеводного сфинктера, значит, нижнего пищеводного сфинктера вот этого отдела. Важный фактор функционирования этого сфинктера как раз длина. Почему? Ну, потому что здесь тогда в такой области будет дополнительно убирать фактор внутребрюшного давления. Оставлять слишком короткую путью, которая будет где-то прятаться в наших связях или в той же синтетике. Это значит расслаблять, оставлять без тонуса эту зону и, соответственно, возможно, мы должны запомниваться, что у пациента вероятно будет этот сфинктер разбалываться. Ну, как и все мы без посещения филоса или элементарной если мы будем ходить в сфинктере маршрут, где-то у нас атрофируется мышца. Так и здесь, в области такая псевдоатрофия вероятна. Я не утверждаю, что это так и это сто процентов и обязательно. Это еще ряд других ключевых факторов выбирает роль. Но, тем не менее, вот это мы должны учитывать. Длина здесь как бы части операции к манипуляции должна быть немаленькой. И вот мы видим протяженность как мы уже вышки сад указывали. Протяженность менее одного сантиметра уже отмечали специалисты Репус около девяносто процентов. Значит, этот фактор мы тоже должны учитывать. Ну, и другое, другие, другой механизм затворный здесь, препятствующий обратному патологическому запросу содержимого желудка пищевода, является вот эта связка. Как делать, значит, угол партиальной вырезки, угол из ленины, и затворное сформировающееся здесь устройство плаву бомбрева, сформировающееся за счет того, что взаимодействует собственно этого угла, вот как мы видим на верхней стенке здесь, и складки собственно формирующиеся здесь, дополняющие все это в комплексе, мы называем это затворное устройство клапаном оборота, губрева. Ну, и вот вместе с этой кардиальной связкой глухолкисов включается в это взаимодействие, и видите, это уже такой клапанный механизм здесь при переходе с содержимого пищевода в желудок и по прятствии наоборот заброс этого содержимого обратного и принимаем естественно препятател и патогенез грыжи пищеводного отверстия диафрагмы или хиотальной грыжи и заодно принимаем степень дозволенности наших действий здесь периодических компуляций в этой области то есть в любом случае мы должны стремиться здесь сохранять этот природнозаложенный лапанный механизм предотвращающий поступление содержимого желудка в пищевод и не следует при всем при том забывать всегда о том что определенную роль иногда ее выпускают играет и сама слизистая пищевода желудочного соединения здесь вот в этом клапанном замкательном механизме ну как есть там известно место перехода пищевода в желудочные петели и собственно это характерная картинка здесь представлено вот здесь справа вот гистологический препарат мы видим переход отмечается как-то ну немножко здесь утрированная ситуация не столь резко происходит этот переход на самом-то деле если взять гистологический препарат но тем не менее этот переход наблюдается и мы его видим картином при эндоскопичном я же хочу сказать о том что слизистая каким образом является здесь вот участник этого клапанного механизма дело в том что если хорошо выражена как бы эта слизистая если ее степень атрофии или здесь метопластические процессы не достигли какого-то своей апогеи то сама по себе по сути вот эта слизистая губа она закрывает как сам усомненный рот закрывает эту область ну естественно при формировании и даже при тех же серьезных метопластических процессах происходящих в этой зоне все это разрушается и недостаточность вот этого компонента слизистого компонента замыкательного аппарата здесь при всех наших чудесах которые мы вытворяют здесь и снаружи и изнутри может быть причиной того что все-таки рецидив прежней патологии развития картины по другому сценарию но не то что мы ожидали поэтому всегда мы должны в нашей картине которые мы видим здесь эдоскопически оценивать характер нанесенных разрушительных последствий именно для слизистой прежде всего для вот этого перехода слизистой пищевой желудочной среды пищевой желудочной перехода вот это тоже важный клапанный механизм мы знаем что здесь существуют различные и функциональные физиологические уровни защиты в средстве обложки пищевода естественно оценка возможная оценка при исследовании гастротерологических жизнеспособности этих естественных физиологических механизмов защиты позволит нам сориентироваться на сколько далеко зашли здесь процессы и решить собственно какую тактику мы здесь дальше будем применять консервативное или уже вазильное вмешательство ну и вот здесь представлены все эти уровни защиты никакие подробного рога неизвестно останавливаться на этом но не забываем о том что дополнительный фактор мы никуда не сможем с вами теть это переставить пищеводов и моторную функцию желудка какие бы сети ловчие здесь не ставили если бы эти сети ловчие поставили как бы зафиксировали в шов и тот же вагус а еще как бы и отсуществили скелетирование и этот нерв у нас практически здесь зажат задушенный придушек с двух сторон то получается что мы обрекли пациент пациент на серьезные нарушения перестатки прежде всего того же пищеводка ну и в случае моторной функции желудка соответственно какая бы здесь действительно худезная операция не была произведена или не репуляция вот эти как бы издействующие части они все равно будут как сумка туриста как мешок который можно положить все это бесконечности и дальше это естественно не приведет вот это атомическое состояние не приведет к никаким хорошим результатам поэтому вот эти дополнительные факторы здесь именно функционирование клапанного запирательного аппарата в перестателе почему демоторный пациент он всегда учитывает ну и вот третий действующий собственно элемент основной да наш участие даже вот этой вот семьдесят трех человек наш детский кардинальный это собственно кардиальный отдел желудка но как бы снаружи может быть меньше конечно определяется эндоскопистом по малой это значит как бы кризни желудка а где заканчивается эта граница граничная линия именно конечно по характерной изменении схватч в следующем появлении и этого отдела желудка что здесь максимально практически не считают другие отделы не лежащие значит разве мышечный слой чем вы не хотели это как раз естественно является тем механистическим запирательным элементом который закрывает лесослоки и показывает переходы содержимого живота пищевого но естественно при нарушении работы мышечного слоя здесь вот мы видим тоже мы тут различные функциональные тени ну не буду останавливаться предыдущей докладчик уже проснулся всем известных нам фактов классификации грыжа пищеводного отверстия и оправдан грыж но сейчас мы естественно рассматриваем как раз этот пищево звучный переход здесь не рассматриваем так рожденные признаки характеристики появления этих грыж генетические мы в принципе приобретем и регрессивные так называемые изменения диафрагмы когда значит растягиваются здесь связки те же пищеводные диафрагмальные ну вы знаете что сидящий образ жизни неактивный естественно здесь предпосылки деформированные или они будут употребляться здесь теория слабости соединительных тайн это мы все представляем ну вот основной предпосылки ну и различные формы конечно бывают здесь нарушения и так как бы закончил с этой нормальной топикой нормальной функциональной анатомии этой области собственно мы понимаем что же происходит при собственно формировании этой первой же распозящей той же аксиальной перлижи то что она распредвозна мексиальная уже было нам и мы знаем значит ну вот как формируется этот мешок державый так спернообразный в тавычном возьмем это определение мы все-таки его используем здесь да значит и вот характеристики этой скользящей аксиальной перлижи ну скользящая получила название из-за известного факта в отношении этого отдела скользящими поэтому все крыжи все органы которые выскользились под крыжи могут иметь право называться скользящими и вот здесь мы наблюдаем эту картину формирование скользящей аксиальной грыжи ну а эзотеральная грыжа да то что конечно в этой области реформирование этой грыжи хорошо что она не так часто как предыдущие грыжи здесь в этой области встречаются но она требует соответствующего лечения потому что часто встречается ущемление этой грыжи по естественной причине потому что мы понимаем что ценностей диафрагмального вот этого перехода не нарушены практически здесь то есть все фиксировано и вдруг в это же отверстие в этот же щель в этот же ряд продирается часть стенки желудка которая естественно оказывается как правило ущемленной потому что там-то все нормально тонические взаимоотношения в этом отверстии а здесь уже как бы лишний появляется компонент который естественно у нас будет задавлен и здесь потребуется оперативная решательность ну и вот представлены различными видами здесь формирование параллеза геральной грыжи что ты таким образом увидишь что кто может быть соучастник не только это вообще желудок но и другие органы и для ташки тоже сами это будет все знать начальник вот был самый вопрос существует ли термин короткий пищевод он существует он существует конкретному явлению или объекту когда действительно по той же причине короткий пищевод у нас есть да вот бывает это и в результате как бы неопрожденной ситуации ну бывает что коллега предупреждения противогазал о том что ситуация формируется нитрогенным способом это бывает просто почему я понимаю почему задан вопрос существует вот так термин примитив короткий пищевод просто его пытаются совершенно неверно да привязать к любой ситуации которая здесь может описывать протоколе нашего вмешательства для операции если в результате там ликвидации проблемы да если в результате ликвидации или фиксации апексии создается как бы укорочение пищевода то без вот этого вот изменение его размера то писать протокол что короткий пищевод конечно не стоит вот это конкретная ситуация она имеет место но при этой ситуации мы понимаем что желудок практически вынужденно вытягивается из болости живота вытягивается грудную болость поэтому здесь в результате этой либо аномалии развития либо ситуации сложившейся в результате таких появлений аппаратических происходит по сути формирование грыжи как бы сформировано таким неестественным путем когда не хватает отношения пищевода с диафрагой сформирования этих действующих лица не встретится или уже больше никогда не встретится без нашего вмешательства короткое пищевое поставлен на пакете в покой и посмотрим собственно вспомним генез развития ксериальный грыж он нам тоже известен хорошо да одни из ключевых фактов может повышение рушного давления которое приводит к увеличению пищеводного отверстия как бы выдавливается ну естественно если там все нормально в отношении то никакое затребрешное давление ничто не расширит и ничто никуда не доверит у нас но тем не менее одним из основных ключевых моментов переломных вы знаете как вы понимаете какой-то переломный момент сражения с переломным моментом здесь может быть как раз выпрямление угла кис тут уже ситуация говорит о том что не сопротивляется переходный клапан и сывократельный аппарат а значит атомическая ситуация позволяет картине разыграться до той степени что нижняя часть органы находящиеся в этой запрошении они вынуждены дырнуть у нас грудной пункт и вот мы видим в этом патогилете развитие акциальной крыжи пищевод диаграммон стягивается возрастает боковая тяга носителя пищевода нарушается функция нижнего пищеводного спинктора естественно когда уже не находится в этих важных взаимоотношений друг с другом рассказывать здесь и показывать психологический препарат этого спинктора не имеет смысла он не будет работать если он оказался непривычной его семье значит и находится вне зоны своего основного функционального действия поэтому происходит атрофия и происходит нарушение и заморожение функций и по сути здесь это усугубляет ситуацию как бы то что было тонически становится мешкообразным и поэтому важно нам сохранять эту семью и эти взаимоотношения еще возле оправдан и переход еще возле то положение в каком будет работать все элементы этого периода вот основная аксиома операции манипуляции в этой зоне и надо стараться по возможности конечно не всегда нам ситуация позволяет здесь и не так поступать но надо стараться сохранить нормальное топическое положение по возможности и моделировать стимулировать совмещать припнимать составлять фиксации приплекать каким-то методом который мы естественно уже припнимем и понимаем всю эту ситуацию как она выражена функционально анатомия ну и вот изменения графической анатомии происходящей при диатаре мы тоже должны понимать что здесь уже нарушена анатомия и вот эти спастические сокращения пищевода мы понимаем здесь обратная связь повлируется и разыгрывается картина одна патология запускает другую отоделывать заняточку предыдущую и происходит вот это спастическое сокращение и в дальнейшем это конечно придет к коррупционным врачениям потому что пищевод такой мог что-то уходить и прятаться и в последующем из-за этих количеств воздействий софиксируется так или иначе соединительные ткани и начнут подграбаться связочные отношения его фиксации которую нам не обязательно могут потом возможно разрушать происходящие происходящие крыжи кардиальный спинт располагается в крупной полости при этом он растягивается углочкой просвера ну и как бы при аксиральной крыжи во время доха также не происходит увеличение давления на вдоминальный отдел пищеводный стультер а сокращение может диапрагон нарушать а форажирование пищевода снижать пищеводные премьерности как показывается авторы более 15 лет назад вот 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 такие здесь при фиатальных крыжах в результате длительного желудочно-пищеводного защитные факторы естественно слабевают и мы будем рассматривать гуляцию развития и развития пластических процессов ну и вот основные последние связи а вот мы все время говорим вот вот те же взаимоотношения сосудов все равно при развитии грижи которая уже спряталась которая находится в другой зоне и естественно это органы ингрируют и они изменили естественное взаимоотношение и этой практической системы в основном это происходит по следующему сценарию да значит крюшина с клетчаткой пищеводо-желудочного перехода смещается на стенку желудка там заметили что наличие клетчатки варниши тоже фактор наличие здесь клетчатки в этой зоне проиграют ключевую роль поэтому здесь в неслыхательном аппарате а тут вся клетчатка практически уплывает уходит с этим взаимоотношением тем самым усугубляя вот это отверстие патологическое отверстие оно таким образом расширяется клетчатка изменяет свое положение ну и изменяются конечно сосуды нервные как вы видите на эти слайды значит здесь укороченные с клетчатки нервов ну так условно да можно тем не менее естественно подтягивается и сквалы нервы уже не обнаруживая из этой зоны характерных анатомий то что мы например привык если делать тяжелое это они допустим да я видел это когда я встречаю старшего коллега в данные времена то тут он не обнаруживает ту характерную анатомию те распределения стволов а потом прикинешь что все то у нас находятся статические нервы обдоминальные а крупные подтягиваются здесь будут конечно какие-то охраны механизмы перехода физиологического перехода пищевого жерудок понимая до конца то можем себе ответить на многие вопросы и как бы примерить эти два лагеря специалистов жестких специалистов мягких кругом по того как помочь восстановить нарушенные соглашения эту полноценную графическую степень в статус не возникли есть вопрос пожалуйста что входит в понятие кардия вот анатомическая что вот в это понятие кардия не очень понятно из докладов спасибо но да есть есть как бы классификация отделов желудка включающие в себя массивные часть кардиальным отделом да кардия это по сути узкая полоска желудка которая прослеживается собственно изнутри по характерному изменению слизости оболочек и эта полоска действительно очень малая вот мы видим простирается по малой на 3-4 см и наружной ориентиры нет это действительно узкое предновидное щель но если говорить о отделе животных не совсем хорошо отметили 성공 Россий это стоп извините если я правильно понял что кардия и народ это одно и то же это правильно или кардио чем кардиальный и субкардиальный отдел но кардио кардио карди על это одно и то же или это разные вещи? В анатомической классификации кардиальным отделом как раз наоборот, тут более широкая часть, а кардия это вот тоже часть двухкардиального отдела имеющая работу в определенный гистологический аркадий. Это узкая полоска. То есть кардия не широкая. Вопросы о ширине кардиального отдела у вас понятное впечатление на ширина? Это я еще раз на сцене я не привожу цифрового значения, называю узкая полоска ткани. Определяется она, переходит не практически в индивидуальных характерах вот там бывает переход от нескольких миллиметров 8 до 5 до 1,5-3,5 сантиметра а то и больше 4,5 сантиметра то есть зависит от того, что в степени развития вот этого гистологического психологического с науши с науши с науши с науши конечно я согласен что у вас этот вопрос это очень важный вопрос о том что такое кардиальный отдел живутки что такое кардия у всех у нас есть свои представления об этом но обсуждать если этот вопрос то лучше после того как доложит Галина Вячеславовна если вы все высказываете еще по анатомии токографической есть анатомии нет спасибо большое спасибо спасибо спасибо